Возлюбленные Господом, братья и сестры, уважаемые гости и друзья, посетившие нас сегодня, мы от всей души вас приветствуем в этот воскресный день любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы также рады приветствовать, кто слушает нас по радио, кто смотрит нас в прямом эфире. Присоединяйтесь к совместному поклонению нашему Господу, к молитвам Ему, прославлению Его Святого Имени. И сегодня, дорогие братья и сестры, 17 августа 2008 года, в этот День Господень, мы попросим, чтобы Господь прибыл с нами и благословил нас. Склонимся для молитвы. Отец наш Небесный, мы обращаемся к Тебе через Господа нашего Иисуса Христа посредством Святого Духа, который Ты послал на землю, чтобы Он утешал, назидал Церковь Твою Святую. И в этот день воскресный мы прославляем Святое Имя Твое, преклоняемся перед Тобой и перед нашим великим всемогущим Господом, обитающим в неприступном свете, Богом огнепоедающим, Творца миров всего создания, всего видимого и невидимого, а также обращаемся как к доброму, нежному пастыру и любящему Отцу. А воочи, прибудь Ты с нами и благослови нас в этот день. Мы благодарны Тебе за искупление, за оправдание, за любовь Твою, которую доказал смерть из Сына Твоего Иисуса Христа. Слава Тебе, наш Господь, величие, честь и поклонение. Прибудь Ты с нами в этом собрании, займи центральное место и благослови нас. Наполни нас совершенной радостью прославить Тебя, увидеть славу Твою, Господь. Прославься через песнопение, через словословие детей Твоих, хористов наших. Услыши молитвы детей Твоих с места обитания Твоего и говори нам через слова откровения Твоего Святого. Благодарность Тебе, Господь, за мир, за свободу, за покой, когда мы можем свободно приходить в дом молитвы, слава и благодарность Тебе. И благослови всех присутствующих здесь. Ты знаешь, кто с каким сердцем пришел, у кого переживания, у кого тяжесть на душе, скорби. Господи, к кому нам идти? Ты имеешь благолы вечной жизни, у тебя истинное утешение. И сегодня Твой призыв обращен ко всем. Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Кто не умирит с Тобой, подарит этот мир и покой в Тебе, наш Господь. Благослови всю нашу большую поместную церковь. Особая молитва за тех, кто не имеет возможности быть сегодня в Доме Твоем. За старец, за одиноких, за старцев, Господь, за больных, кто находится в госпиталях. Помоги, поддержи, облегчи их страдания, Господь милосердный. Молитва наша о детках наших, чтобы сохранил их, Господь милосердный, от зла, от греха. За молодежи, за подростков, Господи. Пусть Твое наследие будет Твоим достоянием навек и навсегда. Кто находится в пути, в дороге, благослови наших братьев, кто трудится. Кто находится, Господь, в переживаниях особых по сети. Наша молитва, Господь, чтобы Ты благословил наш город, наш штат и нашу страну. Благослови и там, в нашей церкви, на нашей родине, и Господь милосердный, где дети Твои также прославляют имя Твое Святое. И наша молитва в этот день, чтобы Ты приостановил эту войну, Господь милосердный, чтобы Ты подарил этот мир долгожданный, чтобы не лилась кровь человеческая, Господь. Доверяем Твои пастырские святые руки, продли милость, Господь, чтобы еще многие познали Тебя, как личного Спасителя и Господа. Сегодня по всей земле прославляется Святое Имя Твое и нашу хвалу присовокупи и вознеси к Отцу на престол благодати, как жертву утреннюю. Во имя Иисуса Христа просим Тебя. Аминь. Дорогие братья и сестры, мы споем первый гимн общего пения «Мир вам». Мир вам, наша общения часть, Мир вам, и мы приветствуем вас, Мир вам, пусть будет слышен свет и тень, Мир вам, и больше радостный мне, Мир вам, сердца пусть будут добрые, Мир вам, и мы не судите людей, Мир вам, и вашим листьям и друзьям, Мир вам, и братья и сестры, Мир вам, и братья и сестры, Мир вам, дальше просто мы говорите все друзья. Мир вам, и сына, и счастья, и здоровья, и братья, и сестры, и вам. Мир вам, и пусть Господь вас грани. Мир вам, пусть крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепче мир каждый час. Мир вам, пусть крепче мир каждый час. Мир вам, и пусть Господь вас грани. Мир вам, пусть крепче мир каждый час. Мир вам, конца не будет в ваших днях. Мир, братья, и сестры, и вам. Мир вам, мать и сестры, мир вам. В вашем вопросе вы говорите всем друзья. Мир вам, пусть крепче счастья, и здоровья, и братья, и сестры, и вам. Присаживайтесь и братья, и сестры, мы будем продолжать петь. «Блажен, кто молиться умеет». ПЕСНЯ 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 Слава Богу! Слава Богу! И вся внутренность моя святое имя Его, Святое имя Его благословится моя, Господа! 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 То есть прославляй Господа, хвали Его, и разве я не могу Его прославлять, братья и сестры? Мы должны благословлять нашего Господа, прославлять Его через наши уста, через песнопение наше, хвалиться нашим Господом, радоваться о имени Его. И благословение – это то, что мы можем просто высказать доброе слово в адрес нашего Господа, а Он заслуживает всякой похвалы и всякой радости и всякой славы. Но Бог дает благословение, и в этом заключается нечто другое. В этом заключается то, что это незримая величественная сила, которая нисходит от Бога, несущая счастье, радость, утешение, успех. Благословение Божие – это богатство нетленное, изобилие, это первенство, это чистота, это утешение. И как написано в притче 10 глава, 22 стих, благословение Господне, оно обогащает и печали с Собою не приносит. Так пусть благословляют снов Израилю, и Я благословлю их. Первое, дорогие братья и сестры, мы читаем, да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Важно, дорогие друзья, чтобы сам Господь охранял, оберегал. И в 120-м псалме, 7-м стихе мы читаем, Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Михаил, Неля, отцы и матери, благословляйте своих детей именно так. Просите у Господа благословения для детей, чтобы Господь охранял их. Когда на этой неделе наши детки пойдут в школу, братья и сестры, всегда перед тем, как вы приступили к порогу вашего дома, помолитесь, благословите детей, чтобы Господь их сохранил. Дедушки, бабушки, везете их в школу, скажите, пусть сохранят, да благословит тебя Господь, да сохранит тебя. И Господь будет охранять и будет благословлять, да презрит и помилует. Просите у Господа благословения для детей, чтобы Господь облагодетельствовал своим взором, и милость его всегда была над ними. Чтобы очи Господни всегда наблюдали, а Господь всегда наблюдает, и чтобы Господь всегда охранял и миловал наших детей. Да даст тебе мир. Просите у Господа благословения для детей, и чтобы Господь прежде всего даровал этот драгоценный мир с ним. В лице Иисуса Христа, братья и сестры, мы имеем мир с Богом, и указывая детям на Христа, таким образом они получат этот драгоценный мир. Действительно, родители сегодня хотят для своих детей благословения. И есть одно условие, которое ставлено в священном Слове Божьем. Как приходит благословение на детей. Вы знаете, 28 глава книги Второзакония, очень большая глава, в этой главе Моисей описал то, что ему передал Бог. Там первые 15 стихов, это обетование, то есть обещание Божьей благословения. И последующие стихи, их больше, чем этих 15 стихов, это предупреждение или обещание наказания. И условием для получения благословения есть то, что Бог говорит. «Если ты, когда перейдешь за Иордан, будешь слушать глаза Господа Боего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебя сегодня, и тогда Господь начинает эти благословения, то Господь твой поставит тебя выше всех народов, и придут на тебе все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. «Благословен ты в городе, благословен в поле, благословен плод чрева твоего» и так далее. Вот условия. Если будете слушаться, Михаил, Нелли, если будете слушаться и исполнять все заповеди, которые Господь заповедовал, то ваш плод чрева будет благословен, и Нелличка будет в радость и благословение для вас, и для всего общества, и для Церкви Христовой. Нет в Евангелии моментов, дорогие братья и сестры, когда крестили детей, приносили их в купель, крестили, таких моментов нет, не описано. Это было позже принято, но то, что было, то, что совершается сегодня, и Господь дал такое полномочие права Церкви, через вот это возложение рук происходит отождествление вот этой маленькой девочки с Церковью Христовой, с народом Божьим. Это не особый вид рукоположения, это отождествление с народом Божьим. И это делал Иисус Христос. Именно так Он делал, именно так совершал такое служение. Мы читаем об этом у Евангелиста Марка, 10 глава. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложил руки на них и благословил их». Обратите внимание, что не допускали приносящих. Это были младенцы, наверное. Это были детки, которые были еще на руках у матери и у отца. И вот в таком уже младенческом возрасте приносили Господу. И Господь говорит, «Пустите». Обнимал их, возлагал на них руки и благословлял их. Я прошу, дорогая церковь, молитесь сегодня, чтобы Бог благословил эту семью, Михаила и Нелю, благословил их доченьку. И помолимся, чтобы Господь хоронил всех наших детей и благословлял их на путях их жизни. Слава Ему за все. Аминь. Сейчас Михаил и Неля приклоним к колени, помолятся Неля, потом Михаил, и мы совершим молитву. Слава Богу. Благодарна Тебе, Господь, что Ты был с нами сегодня за этот день. Что мы пришли к Тебе, Господи, благословить нашу дочечку. Я Тебе благодарна, что она родила здоровенькой, Боже. Благослови нас дальше, чтобы мы могли воспитать ее, чтобы она росла здоровенькой, умничкой. Я Тебе благодарна за мужа, за семью. За все Тебе благодарна, Господь. Пусть с нами всегда. Благослови нас везде и всегда. Аминь. Аминь. Господь милосердный, благодарю Тебя за этот день, который Ты даровал. Благодарю Тебя за жену, благодарю за доченьку. Благодарю Тебя за все, что творится в нашей жизни. Господь, прошу Тебя, дай мне силы воспитать ее. Господь, прошу Тебя, храни ее от зла в этом мире. Господь, также прошу Тебя, благословение для нее. Господь, прошу Тебя, пребывай с нами всегда и везде. Аминь. Господь, мы от всей души Тебя благодарим сердечно вместе с семьей Михаила и Нелли за то, что Ты подарил им подарок в их жизни. Потому что дети, награда от Тебя, плод чрева. Господь, благодарим Тебя за эту Нелечку, кто Ты подарил в эту семью эту девочку, хорошую, здоровую. Пусть Твоя благодать, пусть Твоя благословение пребывает на ней. Возьми у Своих пастырские святые пронзенные руки и поведи по этой жизненной долине. Сохрани ее от всякого рода зла. Подари мир с Тобою наш Господь, чтобы она познала Тебя, как личного спасителя и Господа, и была Твоим достоянием. Господи, благослови и Михаила и Нелю, воспитывать своих детей и дочь в учении и наставлениях Господним. И пусть эта семья будет благословена Тобою во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Песня. Слава Богу, братья и сестры, что это радость, что у нас каждое воскресенье приносят деток. И Ярослав Дмитриевич посчитал, где-то примерно больше сорока в год приносят детей на благословение. И сорок человек детей выходят у нас каждый год из хай-скул. Имейте в виду, что у нас каждый год пополняется новый-новый класс учеников. Сегодня у нас большая радость, нас посетил дорогой брат Сергей Викторович Санников, и для нас это было действительно благословение. Вчера было служение Первой славянской церкви, мы говорили с просветерами, с дьяконами о духовной жизни служителя. Это действительно было благословение. А в пятницу многие братья присутствовали, у нас был семинар для проповедников, и действительно многие братья получили большую радость от этого общения. И он сегодня будет участвовать в служении Словом. А сейчас Ярослав Дмитриевич скажет Слово и пригласит нас к молитве. Прежде чем я прочту Слово Божье, я хочу прочесть вам то, что мне встретилось и понравилось высказывание. Запоминание прочитанного рождает знание. Ну, я добавляю, не только прочитанного, а, наверное, и услышанного. А вот размышление над прочитанным и прожитым рождает мудрость. Значит, вы, наверное, понимаете, для чего я это делаю. Прошу прощения. Запоминание прочитанного рождает знание. Размышление над прочитанным и прожитым рождает мудрость. Сегодня мы на разборе слышали, очень много слышали о мудрости, об истинной мудрости, о мудрости, сходящей свыше, которой должен обладать каждый верующий человек. Потому что, если мы осознаем, что у нас не достает мудрости, то мы должны простить. И Бог дает. И Иисус Христос тоже поощрял, чтобы мы были мудрыми в этом смысле. А прочесть я хочу сегодня из книги Иисуса Навина, с первой главы, несколько стихов. Первый стих. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву». Что же он сказал? «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». И один текст из Нового Завета я хочу прочесть, это слова апостола Павла, второе послание к Тимофею, 16-17 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Дорогие друзья, я думаю, вы понимаете, что это мы находимся в церкви. И я хочу подчеркнуть, не потому что мы в здании, не здание церковь, это место собрания церкви Христовой. Мы все в совокупности, кто рожден свыше, кто является чадом Божиим, мы составляем церковь. И здесь главенствующая личность – это Господь, наш Иисус Христос, Сын Божий, Сын Творца Вселенной. И я хочу обратить ваше внимание на то, что то, что здесь говорится, то, что здесь происходит, это все исходит от Господа. Я понимаю, что мы пришли от жизни, от этой недели суетной, как мы говорим, такой тревожной, может быть, наполненной многими заботами, многими переживаниями. Кто-то неделю здесь не было, кто-то, к сожалению, может быть, и больше. И я себе это представляю так, почему-то такой образ передо мною предстал. Вот вы все, наверное, я имею в виду взрослых, имеете детей, вот когда они разбушуются, разбалуются, разгоняются, а вы хотите что-то сказать им очень серьезное, и не можете их собрать, не можете их сосредоточить, правда? И прямо каким-то, я не знаю, повелительным голосом – да стойте же! Я хочу вам сказать что-то очень важное. Так, дорогие друзья, пришедшие от этой жизни, эту неделю, эти были в отпуске, были на отдыхе, были на работе, в семье были нелады, «Стойте! Послушайте, что хочет сказать Господь!» Причем я хочу подчеркнуть, я ли, или Сергей Викторович будет говорить после меня, или будут петь, или будут... Это не мы. Мы только передаем. Я, например, сознаю, мы сегодня рассуждали его тоже на разборе, я сознаю, что я несовершен, я не могу не ошибиться. Может быть, Сергей Викторович более уверен. Но это истина. Вот почему нужно каждому из нас быть благомысленными. Слушайте активно, слушайте внимательно, слушайте Слово Божие. И если вы будете внимательно слушать, ну для этого, конечно, нужно знать это Слово, и потом проверять, исследовать, точно ли это так. Поэтому даже если кто-то и здесь ошибается, или в другом месте, мы обязаны, вы, каждый из нас, обязан пропускать это через свое сознание, через свое сердце, сверять со священным писанием, потому что вы видите, что я прочел? Чтобы в точности исполнять. Я думаю, что люди, которые связаны, ну, со сложными технологиями, я имею в виду чисто производственными, со сложными технологиями, малейшее отступление от технологии, не тот материал, не те режимы, не то время, и обязательно будет брак. Может быть, что-то получится такое, более-менее, но не будет совершенным. А Писание говорит, чтобы мы были совершенны в нашем хождении перед Богом, в нашей жизни. И не надо ставить себе эти препоны и говорить, что мы не можем быть совершенными. Если мы не можем, то извините, мы тогда ничего не достигнем, потому что это не мое указание, это указание Иисуса Христа, Сына Божия. И Писание говорит, и приготовлены, не спонтанно что-то делать, а приготовлены, чтобы были приготовлены. Но для этого, видите, как наставлял, причем еще раз хочу повторить, «Сказал Господь», не Моисей, Моисей раньше сказал, написал, а Иисусу Навину еще сказал «Сам Господь». Да не отходит книга, поучайся в ней, дабы в точности исполнять, что в ней написано. Я почему делаю этот акцент, дорогие друзья? В силу нашего несовершенства, в силу нашего, ну, извините, конечно, несерьезности, или я даже не знаю, мы люди верующие, нет другой инструкции, нет у нас другого технологического процесса, технологии расписанной, как должен жить человек, как Слово Божие. Причем это Слово Божие абсолютно точно, однозначно, это абсолютная истина. И если она для нас не является такой, не является авторитетом, то мы тогда просто не тем делом занимаемся. А здесь как раз об этом и говорится. И, может быть, я плохо прочитал, но я еще возвращаюсь в слова апостола Павла. Все Писание Бога Духновенно. Здесь нет ошибок, здесь нет устаревших истин, здесь нет устаревших, потерявших смысл или назначение указаний. Все Писание. Поэтому мы отстаиваем полнейший авторитет Слова Божия. И поэтому каждый из нас, кто относится к Слову Божию несерьезно, не читает, не исследует, не в состоянии различить, так правильно говорит Ярослав или нет, или кто-то другой, это наше, это каждого из нас несовершенство. И мы не сможем сослаться, мы не сможем сослаться ни на пресвитера, ни на проповедников, ни на кого, если мы не будем разуметь воли Божьей. Мы сюда приходим, мы слушаем, мы обязаны, кто выходит сюда, кто дерзает, я так говорю, кто берет на себя смелость говорить от имени Бога, это страшное. Я для себя сделал такой вывод. Моя задача, я не называю себя проповедником, но передаю, как можно меньше исказить Слово Божие. Я не могу не допустить этого, не могу в силу своего несовершенства. И я это знаю. И для меня не обидно, если кто-то мне делает замечание. Наоборот, я проверяю себя, я каждый раз осмысливаю, я слушаю, я сверяю свое понятие с понятием других. Я хочу разуметь волю Божию. Для меня Слово Божие, самое главное, понять, что Бог хотел сказать, потому что это Слово Божие. Ну, наверное, молодое поколение не знает, но тоже они знают, что, скажем, если выступает Буш с каким-то обращением к нации, то работают, по-моему, все телестанции, все радиостанции, а русские, наверное, помнят этот клич. Говорят, все радиостанции Советского Союза, да, какое-то правительственное сообщение. Дорогие друзья, все радиостанции, все телестанции, все коммуникационные средства должны быть включены, когда говорит Творец Вселенной, когда говорит Господь. Разве можно прийти сюда и продолжать мысли о своем том, что мы делали, даже сегодня утром, вчера, позавчера, отвлекаться, когда говорит сам Бог? Потому что, когда я, по крайней мере, когда я читаю, я читаю слова Божии. И я поэтому специально прочел. Вы видите, сам Господь, да, было такое время, когда Господь напрямую обращался к человекам, но поэтому и создано Писание, создано алфавит, создано книгопечатание, создано то, что это запечатлено, и сегодня это тот первоисточник, который весьма достоверен. Причем я так, мимоходом хотел бы сказать, именно Писание. Потому что то, что мы восприняли на слух, каждый из нас, мы отойдем и по-разному уже будем толковать. Поэтому нужно Писание прочесть. Говорят, что написано пером, не вырубишь топором, да? Именно Писание, оно сверено до иоты. И если сегодня нам кто-то пытается вложить в сознание, что там есть ошибки, там опечатки, там это, если есть опечатки, то чисто технические, за счет несовершенства человека. Но здесь нет духовных каких-то неточностей, какого-то несовершенства. Это Слово Божие. Поэтому тот, кто хочет иметь дело с Богом, он обязан, просто обязан знать вот эту вот инструкцию. Должен знать ее, понимать ее во всей глубине. И благомысленные, они не просто прослушают, а они еще рассуждают, они проверяют. Если точно ли так, вот то, что я слышал, это точно ли так, это должно стать моим убеждением, если это точно. Если что-то, не дай Бог, не так, значит, мы должны уметь отсеять это, уметь понять. Потому что мы об этом говорим, и вы знаете, сегодня от имени Бога говорится так много и столько неразумного, и столько, как вот сегодня утром говорили, вплоть до того, что, как мы говорим, не сверху, а снизу. И поэтому мы должны быть очень внимательны к слышанному. И для чего? Чтобы не отпасть. Вот мы уже вроде считаемся детьми Божьими, чтобы не отпасть. Поэтому будем сегодня внимательны к Слову Божию и помнить, что все это исходит от Него. Аминь. Помолимся. Аминь. 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 Боже, благослови нас, быть в доме Твоем. Благодарю Тебя за живое истинное Слово. Благослови нас, исполни Его в нашей жизни. Благослови сегодняшнее служение до конца Его. Присутствуй в каждом святое Духом Твоих Святых. И дай, чтобы мы всегда прославили Тебя. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Боже милосердный, и я благодарю Тебя за то, что есть это место, за то, что Ты побудил каждое сердце прийти на это место, Боже. Дай нам это сознание, ощущение, знание, Господи, Твоего присутствия, что это место Твое для Тебя, Церковь Твоя, Господи. И Слово Твое звучит к каждому детяти, к каждому желающему быть Твоим детем, к каждому желающему вечной жизни спасения. Дай Ты, Господи, нам внимательный слух, внутренний слух, чтобы мы, Господи, рассуждали о каждом Слове Твоем, о каждом Твоем указании. Ты ничего недоброго нам не предлагаешь. Все, о чем Ты говоришь нам, все к нашему благу и здесь на земле, и главное в будущности, в вечности. Поэтому дай быть внимательными к слышанному и помоги, Господи, растворить слышанное верою. Будь прославлен и в этом собрании через восприятие Слова Твоего, голоса Твоего, чтобы мы каждый получили удовлетворение, что Ты был с нами, а мы были с Тобой. Аминь. 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 Жду Тебя, когда восходит солнце, Ищу Тебя, среди лучей царей. Ищу Тебя, когда восходит солнце, 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, братья и сестры, словами этой песни я бы хотел обратиться к тем, кто о Господе знал, знает или может быть будет знать. Хорошо Ярослав Дмитриевич сказал, что знание это одно, а мудрость это другое. Помоги нам Господь всем присутствующим мудро услышать и духом услышать, душой услышать, внутренним нашим человеком услышать все, что делается отсюда. Мы не только должны знать о Боге, но и служить Ему и признавать Его как своего Творца. Дима Торзок Ты знал, что я есть путь, но ты с дороги сбился. Ты знал, что я есть жизнь, но мною ты не жил. Ты знал, что мудрость я не чтил моих законов. Ты знал, что я все благ, но не любил меня. Ты знал, что я богат, но не просил с поклоном. Ты знал, что вечен я, но не просил ни дня. Я милостив, ты знал, но мне судьбу не верил. Ты знал, что я велик, но мне ты не служил, что я могу все дать. А пределить, измерить, что все могуч, ты знал, но не меня ты чтил. Ты знал, что мудрость я не чтил моих законов. Ты знал, что я все благ, но не любил меня. Ты знал, что я все благ, но не любил меня. Ты знал, что я богат, но не просил с поклоном. Ты знал, что вечен я, но не просил меня. Так, знай же, человек, пылинка во вселенной, Пустые дни прожил, не веря, не любя, придя к концу земной. Короткой жизни твой, не обвиняй меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда-то Давид в свое время произнес такие слова. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Хочу предложить сегодня стих, который называется «Дивно устроены». В теле, если здоровы мы, чудо Божье видим. Как дивно устроены, восклицаем с Давидом. Эта мысль мне сознание обожгла, как крапива. Тело наше есть здание, ребра словно стропила. Стены временной хижины, кожа, кости, мышцы. А в мозгу, как под крышею, появляются мысли. Словно двери наружные, нос и рот, и два уха. А внутри обнаружимы, как работает кухня. В этой хижине временной необычные окна. Полноценное зрение – это наших два ока. Управляет давлением нашим сердце и печень. Организм отоплением через кровь обеспечен. Наши бронхи и легкие вентилируют тело, чтоб душа в дни нелегкие чересчур не потела. Провода телефоны расположены в нервах, раздается симфония в подсознании недрах. Отовсюду до вечера через эти каналы мозг, подобно диспетчеру, принимает сигналы. Хоть порою беспечны мы, с восхищением скажем, как мы дивно устроены архитектором нашим. Если, будучи мудрыми, мы Христа пригласили, как же выглядит внутренний интерьер для Мессии. Может, шторы опущены, по углам паутина, и давно уж запущена в нашем сердце квартира. Обрели ли прощение мы в спасительных ранах? Кто живет в помещении живописного храма? Аминь. 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 Гори. Гори. Продолжение следует... 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 Нет больше утешения, нет радости Полней как быть всегда в общении с Создателем День мой первый, второй и последний куплет Нет больше утешения, нет радости полней Как быть всегда в общении с Создателем Будем Сладко, чудно быть в общении с Создателем Сладко, чудно быть в общении с Создателем Учителем людей, ученика беспечных Достанье полней Сладко, чудно быть в общении с Создателем Создат, чудно быть в общении с Создателем 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 Мир вам, дорогие братья и сестры! Господь поучает нас многоразличным образом. Он говорит нам через Слово Свое, используя поучения, используя притчи, очень часто он использует образы, использует жизнь детей Божьих для того, чтобы показать нам примеры, чтобы мы могли извлечь уроки и правильно построить свою жизнь. Хотелось бы сегодня вспомнить об одном муже Божьем, который жил и который отмечен в Священном Писании как муж по сердцу Божьему. Муж по сердцу Божьему. Читающие Слово Божие знают, что это Давид. Давид – это тот единственный человек в Библии, который назван мужем по сердцу Божьему. Ни пророки, ни апостолы, ни Илья, никто из других ведущих и видных деятелей, никто из них не назван мужем по сердцу Божьему. Но Давид заслужил это. Как это случилось? Почему Давид стал мужем по сердцу Божьему? Ведь, читая жизнь Давида, эта жизнь описана очень подробно. Ни о ком другом Священное Писание не пишет так много, как о Давиде. Специалисты подсчитали, что 66 глав Библии упоминают Давида. 59 раз он упоминается в Новом Завете. Только об Иисусе Христе больше сказано в Священном Писании. На втором месте Давид. О нем так много говорится, но никогда жизнь Давида не представлена нам, как идеальная жизнь. Это жизнь взлетов и падений. Это жизнь высокого посвящения и глубоких и ужасных отступлений от Бога. И вместе с тем Давид остается мужем по сердцу Божьему. Саул тоже был избран Богом. Он был избранником Божьим. И Дух Святой почивал на нем даже. Как и Давид, он был выделен из народа, но не сумел удержать свое избрание. А Давид, несмотря на падение, остался. Почему? Что случилось? Мне хотелось бы сегодня напомнить только один эпизод, но, наверное, самый яркий эпизод, с которого начинается наше знакомство с Давидом и начинается его восхождение на страницах Священного Писания. Тот эпизод, который связан с появлением Давида на поле в войне с филистимлянами. Встреча Давида с Голиафом. Откроем первую книгу «Царств» и прочитаем из 17 главы несколько стихов. Первая книга «Царств», 17 глава. Написано так, я читаю выборочно, начиная с 19 стиха. «Саул и все израильтяне находились в долине Дуба и готовились к сражению филистимлянами». И когда Давид принес ношу свою и хотел проведать братьев своих, написано, что он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова, и Давид слышит их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И сказал Давид Саулу, я читаю несколько ниже, «Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду, «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». Вот мы видим на поле дуба двух избранников Божьих, Саул и Давид. Вы знаете эту историю, ее проходят во всех классах воскресной школы, мы много раз читали эту историю. Вы знаете, что Давид, по-человечески говоря, случайно попал на это сражение. Он пришел проведать своих братьев, принести им еду. Но придя туда, где происходило или, скорее, правильнее сказать, готовилось сражение, он вдруг обнаружил что-то очень странное. Израильтяне были в панике. Уже сорок дней появляется единоборец по имени Голиаф, который говорит, что пусть дадут мне человека из ваших рядов. «Зачем нам сражаться? Если он победит, мы будем вам рабами. Если я смогу одолеть его, вы будете нам рабами». И он поносил Бога Израилева, написано. Потому что не было никого, кто мог бы выступить. Действительно, этот Голиаф был настоящим чудовищем. Если вы читаете описание его и перевести на современные измерения, он был более трех метров высотой. Вес брони его был примерно 57 кг. Он был вооружен до зубов, он был очень умелым борцом. Все израильтяне смотрели и видели, как он играет мускулами, какие татуировки на его теле, как он бьет правой, как он умеет верно сражаться мечом. Кто может выступить, кроме того, кто достоин его? Кто может выступить против такого воина? Это действительно ужас. И все бежали. Пожалуй, единственный, кто мог бы выступить против Голиафа, был Саул. Саул тоже был на две головы выше, чем все в Израиле. Саул был прекрасным воином. Саул владел оружием и был вооружен. Кстати говоря, израильская армия в это время практически не имела никакого оружия. Священное Писание описывает, что они были в порабощении у филистимлян, и у них не было кузнецов, которые могли бы изготовить оружие. Они не имели мечей даже, а филистимляне были хорошо вооружены. Но Саул имел вооружение. Саул должен был выступить против этого Голиафа. Но Саул смотрел на него и ужасался. Как могу я выступить против такого? Давид, когда появился, он не смотрел на мышцы Голиафа, он не изучал удары его правой или левой рукой, он не расспрашивал о тактике ведения боя, он ничего этого не делал. Он оказался в совершенно непонятной для него обстановке, но то, что он увидел, поразило его. Поразило его, что этот человек хулит имя Бога Израилева. И это возмутило Давида. И это заставило его смотреть совершенно иначе на все события. Очень важно было бы для нас посмотреть, почему Давид оказался победителем. Ведь по-человечески говоря, у него не было никаких шансов на победу. Это был юноша чуть больше 20 лет, белокурый, красивый. Юноша, который не имел опыта военных сражений. И выступить против такого единоборца было безумно, было совершенно неправильно, ненормально. И Саул прекрасно понимал это и поэтому говорил, остановись, ты не можешь выступить против него. Да, конечно, Давид имел некоторый опыт. Он ссылается на свой опыт, когда он спасал овечек, когда он нападал на льва или на медведя и вырывал овечку. Я думаю, что это очень сильный опыт. На самом деле, очень сложно кому-то из нас выступить против льва. Если вы видели настоящих львов, то вы прекрасно представляете, что это совсем не мирные животные. Мы от собак иногда убегаем и боимся их. А побежать за львом и вырвать у него овечку, на это надо было иметь большое мужество. Давид был действительно от природы, от рождения, от Бога, человеком мужественным. Но выступить против Голиафа здесь нельзя было надеяться на обычное человеческое мужество. Здесь необходимо было что-то совершенно другое. И это другое очень ясно показано в Библии. Давид, когда выступает против Голиафа, он смотрит уже не на самого Голиафа, а он смотрит на Бога. Он смотрит вверх. И все, что мы читаем в 17-18 главе первой книги царств, когда мы читаем слова Давида, то они направлены на Бога. Он говорит, я выступаю против тебя силой Бога. Я выступаю против тебя, потому что ты поносишь Бога Израилева. Более десяти раз в этих главах Давид вспоминает имя Бога Израилева. Никто из воинов израильских не вспоминает о Боге. Ни Саул, ни братья Давида, ни другие воины. Они смотрят на Голиафа. Они смотрят на это чудовище. Как часто в нашей жизни мы тоже смотрим не туда, куда надо. Мы тоже смотрим на Голиафа в нашей жизни. Мы смотрим на те страхи, которые одолевают нас. Кто-то, может быть, смотрит на одиночество, которое постигло его. Годы проходят, и нет рядом человека. Кто-то смотрит, может быть, на ужас в ожидании банкротства. Мне один брат здесь рассказывал, что он каждый день просыпается в 5-6 часов утра и не может спать от того, что он боится, как он будет платить все свои билы. Это Голиаф, который страшит. Это Голиаф, который наступает на нас. У каждого из нас есть свой Голиаф. И если мы смотрим на этого Голиафа, у нас теряются силы. Мы не знаем, что делать. Но Давид нашел прекрасный выход, который может помочь и нам. Мы должны смотреть не на этот ужас, который вокруг нас, не на страхи, которые постигают нас, а мы должны смотреть на того, кто выше нас, кто имеет силу, смотреть на Бога. Бога, который может управлять всем абсолютно. Я думаю, что многим из вас, если бы предложили пройти по узкой досточке, то вы могли бы это легко сделать, если бы я, скажем, положил здесь доску сантиметров 30-40 шириной и сказал, пройдите, пожалуйста. И молодой и пожилой человек легко прошел бы по такой доске. Но если эту же доску я бы положил над пропастью, а внутри вниз была бездна, то вряд ли кто-то из вас смог бы спокойно и легко пройти по этой же доске. Одна и та же доска, крепкая, хорошая доска, она точно выдержит мой вес. Но пройти мне над пропастью совсем не то, что пройти здесь вот перед вами на полу, если лежит эта доска. Почему так? Да очень просто, мы все прекрасно понимаем. Когда доска над пропастью, мы смотрим вниз, мы страшимся, мы опасаемся. Почему начинающих скалолазов, альпинистов учат смотреть вверх и говорят, никогда не смотри вниз, потому что потеряешь всякую надежду, всякую силу. Когда мы смотрим вверх, то тогда мы можем легко пройти те испытания, те трудности, которые одолевают нас. Но как только наш взгляд обращается к этим трудностям, как только мы начинаем видеть этих голиафов в нашей жизни, мы теряемся, мы уже не знаем, что делать. Давид правильно поступил, когда он смотрел вверх и бросился вперед. Когда написано, он убедил Саула в том, что он сможет одолеть голиафа, Саул предложил ему свое оружие. Саул предложил ему одеть броню, взять меч и выступить достойным образом против противника. Но Давид, когда попробовал это оружие, он понял, что он не сможет ничего сделать против голиафа таким оружием. Очень часто мир предлагает нам свое оружие для того, чтобы мы сражались со страхами, для того, чтобы мы сражались с чудовищами, которые вокруг нас. Но тогда, когда мы берем это оружие, когда мы начинаем сражаться, мы терпим всегда поражение. Мир нельзя победить его собственным оружием. Иногда молодые люди принимают в себе такую тактику или такую стратегию евангелизации, когда они хотят уподобиться миру, стать такими, как все, для того, чтобы одолеть их. Очень логично, очень правильно, но результат не всегда положительный. Почему так? Да потому что у Бога есть другое оружие. И для того, чтобы победить голиафа, нам необходимо иначе вести борьбу. Вести борьбу, уповая на Бога. Очень интересно, что Давид, когда решил бороться против голиафа, выйти против него беззащитным, взял пять камней, взял пращу, не одевался ни в какую броню, а бросился на поле навстречу этому чудовищу, то он сразу начал действовать. Я думаю, что когда перед нами какие-то страхи, мы не всегда решаемся действовать. Мы начинаем устраивать молитвенные собрания, назначаем пост. Это все очень хорошие вещи. Хорошо, когда мы готовимся к сражению. Но наступает время, когда надо действовать. Давид не просил, давайте мы два дня будем молиться и поститься, а потом я выйду на поле. Он сразу пошел, потому что он знал волю Божью. Он видел поддержку, он понимал, что надо действовать, а не ждать. Мы иногда прячем свою нерешительность за такими святыми вещами, как молитва, пост, бдение. На самом деле, часто надо действовать и только действовать. Если мы точно знаем волю Божью, если мы выполняем эту волю. Ко мне недавно в собрании подошла одна сестра и говорит, братик, я так ослабела, я вот уже три дня молюсь, пощусь, и все равно у меня нету силы. И помолись, пожалуйста, за меня, чтобы Господь дал мне силы. Я спрашиваю, в чем дело, какую силу вы хотите иметь? Она говорит, вот я хочу свидетельствовать о Христе, я хочу пойти и рассказать своей знакомой о том, что Господь сделал для меня. Я спрашиваю ее, а вы пробовали идти и говорить? Нет, я не пробовала, я не чувствую силы достаточно. Она ждет, что сначала придет какая-то особая сила, потом она сможет действовать. А надо просто идти, я ей говорю, вы пойдите вот так, как есть, вот в своей немощи, не ищите силу, надеетесь на Божью силу, а не на свою силу, и тогда будет результат. Нам очень важно использовать то, что Бог предлагает нам. Он дает нам уже силу, но совсем не надо чувствовать эту силу в себе, совсем не надо ожидать, что она наполнит меня, и тогда только я совершу великие дела. Бог совершает эти великие дела. Бог совершил это великое чудо и через Давида. Давид побежал навстречу Голиафа. Он раскрутил над головой пращу, швырнул камень. Возможно, Голиаф с таким презрением смотрел на этого мальчишку, который с палкой идет против него. Может быть, он поднял даже голову в своей насмешке, и шлем его приподнялся, открылся лоб, и вот эта насмешка, возможно, и была тем последним, что было на смерть этого человека. Голиаф был поражен, Голиаф умер. Давид подбежал, отсек голову Голиафа, и началось сражение. Сражение, которое закончилось полной победой Израиля. Все прекрасно, все хорошо, но история Давида на этом не кончается. История Давида продолжается. Сражение, которое закончилось победой, оказалось для молодого Давида началом нового сражения. Перед ним возник новый Голиаф. Тогда, когда Давид победил и упивался победой, когда все пели славу Давида, когда все любовались им, когда царь Саул приблизил его к себе, сын царя сделался ему другом, подарил ему свою одежду, дал ему свое вооружение, когда все девушки Израиля смотрели на этого красавца Давида, мужественного героя, и каждая хотела, наверное, чтобы он взял ее в жены, когда дочь Саула, Милхола, влюбилась в Давида и захотела выйти за него замуж, вот именно в таком положении Давида подстерегала опасность. В таком положении как раз и началась сложность в жизни Давида. Сложности подстерегали его в том, что Саул позавидовал. Неизбежно случается так, что когда есть успех, есть и зависть. И очень часто наши успехи оборачиваются нашими поражениями, если мы теряем бдительность. Гораздо легче, наверное, устоять в трудностях, чем в радостях, в свободе, тогда, когда все в порядке, когда все хорошо. Священное Писание говорит, что Саул возревновал, возненавидел Давида и пытался убить его. Писание описывает, что шесть раз Саул покушается на жизнь Давида. Когда Давид играл перед ним на арфе, пел прекрасные песни, может быть, он был так вдохновлен и видел только Бога перед собой, и в это время Саул швыряет в него копье. А Саул был не просто такой слабенький мужчина. Это был воин. Он прекрасно владел оружием. И копье он метал не для того, чтобы поиграть с Давидом, а для того, чтобы убить его. Только Бог помог Давиду увернуться. Дважды повторяется это. Потом Саул передал, что он согласен отдать дочь свою замуж за Давида, но ставит условие. Ты должен убить сто человек. Сто врагов ты должен убить, и тогда только я отдам дочь свою за тебя. Он, наверное, надеялся, что из этой сотни найдется же хоть один, кто справится с Давидом. Давид убивает 200 врагов. И здесь Господь идет на помощь Давиду. Много раз в различных ситуациях Бог выручает Давида, но Давид находится в смятении. Представьте себе положение человека, который выполнил волю Божью, который во всем повиновался Богу, который сделал все абсолютно правильно, все так, как должно было делать. А Бог, вместо того, чтобы дать ему какое-то благословение, дать ему отдых, вместо этого он возводит против него врага. Да еще какого врага? Царя, грозного царя, который все может сделать, восточного деспота. Я думаю, что Давид, наверное, в это время много раз взывал к Богу и говорил, Господи, зачем? Почему? За что? Почему, Господи, случилось это в жизни моей? Разве я в чем-то виноват? Разве я в чем-то согрешил? Нет, Давид, ты ни в чем не согрешил. Но Бог дает испытания и не заканчивает работу над детьми своими. Он продолжает трудиться. Кто из нас не испытывал такого же чувства? Мы тоже очень нередко оказывались в таких положениях, когда делали как будто все правильно и были верны Господу. А Господь посылал все больше и больше трудностей и испытаний и в семье, и в окружении, может быть, и в церкви. Везде возникали голиафы. Почему, Господи? За что, Господи? В этой ситуации очень легко сбиться, очень легко отказаться от доверия Господу. Давид, который так доверял Господу, который вышел на борьбу с голиафом с полной верой, вот в этой ситуации, когда наступили трудности, он не выдержал. Он уже не смотрит на Бога. Он решил спасаться своими силами. И Священное Писание рассказывает, как это было. Давид убегает. Убегает от Саула и хочет прятаться где-то в местах потаенных или искать себе убежище. Он бежит в один из священнических городов, приходит к священнику по имени Ахимилех, как это описано в 21 главе книги Царств, и говорит, обращаясь к Ахимилеху, «Царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном расстоянии. Итак, есть у тебя под рукой что? Дай мне хлебов пять или что найдется?» Давид лжет. Царь не посылал его. Никто его не посылал. И людей он не оставлял на известном расстоянии. Кому он лжет? Первосвященнику. Он находится в Доме Божьем. И он лжет вот так прямо и безоговорочно. Он как бы подписывает себе приговор. Что ты делаешь, Давид? Тот, который так хорошо повел себя вначале, вдруг оказывается в таком положении. А дальше еще хуже. Священник говорит, у меня есть только хлеб священный. Если люди твои святые, чистые, если они не прикасались к нечистому, я дам тебе. И снова Давид лжет и говорит, «Да, сосуды отраков чисты, все в порядке, никакого греха на мне нету». И дальше Давид говорит Ахимелеху, «Нет ли у тебя здесь под рукой копья или меча? Я не взял с собой ни меча, ни другого оружия». Да как поручение царя было спешное. И сказал священник, «Вот меч Голиафа, возьми его». Когда я смотрю на Давида в этой ситуации, я не узнаю его. Почему Давид делает такие вещи? Почему он не уповает снова на Бога? Разве Бог не мог вывести его? Конечно же мог. Но здесь мы видим настоящую человеческую натуру. Натуру, которая очень часто после взлетов, после духовной высоты, может оказаться внизу, может изменить. Давид здесь отступает. И более того, взяв меч Голиафа, взяв этот хлеб, он даже не в пустыню бежит, а написано, что Давид встал и убежал в тот день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гевскому, к тому самому царю, который был владельцем Голиафа, который был хозяином этого чудовища. К своему врагу он прибежал. Он прибежал к врагу и прячется у него. Он находится в смятении, он не знает, что делать, как поступить Давиду. И более того, он не просто прибежал к своему врагу, а написано, что он изменил лицо свое пред ним, он притворился безумным в глазах окружающих людей, он чертил по дверям, он пускал слюну по бороде своей. Вы можете представить себе красавца Давида в таком положении? Я не могу. Всякий раз, когда я читаю эти слова, я не могу представить себе, чтобы Давид, о котором говорили все девушки Израиля, что это герой, который поразил десятки тысяч, что этот Давид пускает слюну по бороде, что он делает стеклянные глаза, начинает ползать по полу, чертить на дверях какие-то знаки, он притворяется безумным. Он на самом деле безумный. Он забыл, что Бог есть его опора. Он забыл, что можно положиться на Господа. Это часто случается с нами. Когда я смотрю на Давида, я узнаю и себя, и многих других людей, пусть в других обстоятельствах, в других ситуациях, но часто мы то доверяем Господу, то перестаем доверять Ему. Я читал историю про одного великого служителя Божьего, мужа Божьего, верного мужа Божьего, который позапрошлой ночью глубоко пал, потерял верность, изменил. Он находился в воскресный день, пасхальный день, первый день Пасхи. Он находился в маленьком собрании, в конце зала, сидел где-то на скамейке и плакал. Он плакал от своего падения. Он понимал, что он совершил грех, что он не таков, как должен быть. Он не знал, что ему делать. Давид тоже находился в такой же ситуации. Давид не знал, как поступить. Он притворяется безумным, он надеется на свои силы, но, написано дальше, он приходит в себя. Он приходит в себя и бежит оттуда в пещеру Адаламскую. И вот там в одиночестве, в пещере Адаламской, он снова вспоминает, кто же сила его? Где ему искать выход из этого тупика, в который он сам себя загнал? Он понимает, что выйти из этого тупика он может только одним способом. Он может только тогда, когда он обратится к Богу. И он пишет в этой пещере один из своих лучших псалмов. Это 56-й псалом, когда убежал Давид в пещеру. И написано так, «Помилуй меня, Боже!» Давид взывает. «Помилуй меня, ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, облагодетельствующему меня. Он пошлет с небес и спасет меня». Он приходит в себя, он понимает, что только Бог может выйти навстречу и избавить его из этой беды. И Бог действительно протянул ему руку помощи. Я недорассказал историю об этом служителе Божьем. Имя этого служителя – Петр. Это апостол Петр. Это он отказался от Господа. Он отрекся от Него позапрошлой ночью. Но в первый день воскресения он сидел в собрании святых среди апостолов и плакал, но Бог не оставил его. И когда он плакал, он обращался к своему Иисусу. Он хотел видеть Иисуса. Когда женщины принесли весть о том, что Иисус воскрес, он встал и побежал. Он хотел поскорее встретить того, на кого он полагался, от которого он отрекся, но которого он по-прежнему любил. Если мы в своих бедах, если мы в своих несчастьях понимаем, что выход для нас – это не притворяться под игру этого мира, не подстраиваться под этот мир, а обратиться к тому, кто имеет силу, то тогда мы действительно можем выйти из тех тупиков и победить тех голиафов, которые страшат нас, которые кажутся нам совершенно неприступными, которые могут действительно поразить нас, они сильнее нас. Все, кто грозят нам сильнее нас, но за нами есть тот, который спасает, который выводит, который может дать нам гораздо больше, чем мы даже представить себе можем. Так поступил Давид. Очень хорошо, чтобы мы, глядя на жизнь Давида, видя его взлеты, видя его падения, могли извлечь уроки, которые помогут нам и в нашей жизни поступать достойно. Чтобы мы тоже понимали, где сила наша. Если мы будем надеяться, что сила наша в нас самих, что мы ощутим ее, что мы получим эту силу, то, боюсь, что мы можем потерпеть поражение. Сила наша в Господе, поэтому смело стоит броситься навстречу Голиафа. Смело можно преодолевать все преграды и препятствия. Если мы обращаемся к Господу и получаем от Него поддержку, мы знаем, что мы непобедимы. И дал бы Господь, чтобы каждый из присутствующих здесь мог проверить себя, проверить свое положение, где я нахожусь. И если тупик, к Богу обращаетесь. Если безвыходное положение, выход у Господа. Если успех, если благословение, будьте бдительны. Не забывайте, что враг именно тогда будет подстерегать нас, когда мы теряем эту бдительность. Давид показал нам пример. Иисус дал нам еще больше пример. У Господа нашего Иисуса Христа есть сила и спасение, и Ему за все пусть будет слава и честь. Аминь. Помолимся Господу нашему. Спасибо. П орган! Поехали! Спасибо. П орган! Спасибо. 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 Аминь. Да. Аминь. Аминь. Очень милосердны мы благодарны Тебе за все уроки, которые Ты преподал нам. Мы благодарим Тебя за силу Твою, за то, что Ты желаешь предоставить эту силу каждому из нас, когда мы обращаемся к Тебе, когда мы взор свой поднимаем к небесам. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что даже в минуты отступления Ты не оставляешь нас, и Ты поднимаешь нас снова и снова и ведешь к Царствию Твоему. Благослови каждого, кто находится здесь, и дай, чтобы ни одна душа не ушла опустошенной. Дай, Господи, чтобы те, кто нуждаются в покаянии, могли раскаяться перед Тобой, обратиться и обрести новую жизнь перед лицом Твоим. Благослови каждого из нас, и да будет имя Твое прославлено и возвеличено, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, действительно, у кого-то, может, такие трудности и переживания, подобно, как у Давида, как у апостола Петра, и единственный выход – это только живое упование на Господа, только вновь возвратиться в Его лоно, под Его святые божественные руки, открыть Ему наше бессилие, нашу немощь, нашу слабость, и Господь, как в одном гимноне, Он падших вновь восстановляет. И Слово Божие говорит нам, что Он прощает все беззакония Твои, очищает от всех грехов. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если есть у кого желание помолиться, покаяться, сегодня для вас это чудесная возможность. Итак, мы поем гимн. Обетования всегда пребудут, и во время пения будет сделан сбор материальных пожертвований для нужд Церкви и для дела Божия. Обетования всегда пребудут, кроме Иисуса их подтверждает, Песня. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Сегодня вечером служение будет в 6 часов здесь и будет проповедь на английском языке. Будет проповедовать брат Карадок. Вы помните, когда-то несколько раз он у нас был. Дэн сейчас с молодежью уехал в лагерь, поэтому будет Карадок у нас на вечернем собрании. И на Солана будет вечернее собрание в 6 часов вечера. Во вторник в 7 часов вечера церковный совет. Пожалуйста, братья, приходите. Будет представлен финансовый отчет за первое полугодие 2008 года. А в следующее воскресенье, 24 числа, у нас будет собрание состоять из двух частей. Первое – общее собрание, молитвенное собрание. И вторая часть будет членское собрание. Членскому собранию будет представлен финансовый отчет за первое полугодие. И также будут решаться другие вопросы. Будет также и прием в члены в этот день. Волонтеры кухни приглашают вас посетить кухню. Покупая продукцию, вы поддержите фонд эксплуатации нашего нового молитвенного дома. И также поучаствуйте в других нуждах, миссионерских нуждах и благотворительных нуждах. Христианский женский лагерь организовывается Тихоанским объединением с участием Веры Кушнир. И он будет проходить в необычных условиях. Это будет кемп в Sky Mountain 19, 20, 21 сентября 2008 года. Стоимость – 101 доллар и проживание. Число мест ограничено. Пожалуйста, обращайтесь по этому вопросу к сестре Надежде в Аргентине, нашей сестре, ответственность за заслужение сестер. Это объявление будет помещено в наши бюллетни. И сегодня после вечернего собрания состоится молодежное служение. Напоминание о том, дорогие братья и сестры, что продолжает работу фонд помощи нуждающимся в Таджикистане. Вот Михаил Юрьевич только что приехал оттуда, действительно там есть очень большая нужда. Особенно среди мусульманского населения, где наши братья и сестры свидетельствуют не только словом, но и делом. Принося туда продукты питания, одежду. И пусть Бог вам поможет и расположит в этом служении. Сейчас у Александра Николаевича есть небольшое объявление, и потом Михаил Юрьевич прочтет нужды, и мы помолимся Господу. Мир вам, дорогие братья и сестры. Я хочу напомнить, что начинается новый учебный год, и 20 августа ученики будут в школах уже первый день. И я хотел напомнить родителям Ревир Бэнк, новой школы, которая вместо Golden State и Bright School, что там есть форма, и, наверное, в других школах, чтобы вы позаботились об этом. Заранее позвонили в школу или заехали туда. Также мы много работали над открытием нашей христианской школы по ее форме и содержанию. Это очень сложный процесс и недешевый для родителей. Тем не менее, я надеюсь, что все равно это с Божьей помощью произойдет. А пока я хочу напомнить, что в нашей школе, в Вес-Сакраменто, в нашей городе Вес-Сакраменто есть так называемая Home Study школа. Она была в подростковом центре на Меркли. Хотя я лично против таких школ, потому что там ученики ничего не получают. Но для некоторых учеников все-таки это необходимо, хоть какой-то диплом потом получить. Мы все это понимаем. Потому что звонили некоторые родители. Эта школа, возможно, этот класс будет проходить у нас в церкви на Солана, потому что оттуда взрослый класс английского языка выехал. Мы сейчас ведем по этому переговоры. Но, тем не менее, регистрация будет проходить в понедельник, в четверг, в 12 часов дня. Там человек 8-10 наших детей есть в этой школе. И вот этот листочек об этой школе и их программах будет висеть там в коридоре. Вы можете переписать телефон. И также в фойе, кому нужно получить листочек такой, в фойе будет стоять человек, и вы можете это получить. Благодарю вас. Братья и сестры, у нас, как всегда, много нужд. Дорогая церковь, пожалуйста, помолитесь за брата Сергея и его семью. Пусть Господь излечит и уврачует его израненную душу и даст мир и радость его сердце. Он находится в узах. Пусть Господь разрешит и этот вопрос его освобождения. С любовью, ваша сестра в Господе. Сердечно благодарю Отца Небесного за все милости, которые он являет к моей семье, а также за то, что хранил Артема до его 18-летия. Просим Господа на дальнейшее его благословение, чтобы Отец Небесный даровал ему покаяние, сестра Света. Прошу церковь помолиться о нашей дочери Лене, чтобы Господь призвал их на путь спасения, всю ее семью, родители. Прошу помолиться за спасение моих внуков, они погибают. Прошу помолиться о сыне, он охладел духовно и не посещает собрания, мама. Прошу церковь помолиться о моем папе, который отступил от истины, чтобы Господь дал ему покаяние, ваш во Христе брат Павел. Дорогие дети Божии, я вас очень прошу, помолитесь о моем исцелении. Я болею, чтобы Господь меня помиловал, ваша сестра. Прошу помолиться о нашей дочери Лене, она уезжает учиться в университет, чтобы Господь благословил ее семья Ионовых. Дорогая церковь, просим помолиться за благополучное возвращение моих детей и внуков с Казахстана в четверг, чтобы Господь благословил их перелет, сестра Люба. Просим церковь помолиться, чтобы Господь хранил нашу дочь в перелете домой, ваша сестра. Благодарим церковь и Отца Небесного за благополучное возвращение из Канады семьи Дроненко и Барушка, брат Александр. Мы очень благодарны за вашу молитвенную поддержку и Господь благословил нас по вашим молитвам наше пребывание на Украине, в городе Киеве, с Долбунова, Мариуполь, Донское. Братья и сестры этих церквей передавали горячие христианские приветы нашей церкви. Петр и Татьяна Лысенко, это наши братья, брат и сестра. Дети Божьи города Сан-Диего передавали сердечный привет нашей церкви. Я благодарна Богу и церкви за молитвы. Бог помог в сдаче экзаменов. Сестра Марина, братья и сестры, я сейчас попрошу несколько молодых людей в нашей церкви встать, и мы потом, видя их почтенный возраст и верность, которую они сохранили Господу, перейдем к общей молитве. Просим поблагодарить церковь. Бог помог прожить в браке 55 лет. Семья Герасимов, брат Леонид и Надежда Ивановна, пожалуйста, встаньте, дорогие наши. И они не одни у нас сегодня, у нас сегодня много юбиляров. Также просим, чтобы встали Брониславу Георгиевну и Георгия Павловича Мистюк. У них исполнилось 60 лет их совместной жизни. Помните их, братья и сестры, видите? И еще одна сестра, сестра Надежда Бабкина. Вот здесь она, пожалуйста, сестричка, встаньте. Ей исполнилось вчера 90 лет. Это наши юбиляры, и Господь их сохранил до этой минуты. Теперь давайте, братья и сестры, мы встанем вместе и прочитаем Слово Божие и помолимся Господу нашему. Псалом 145, дорогие наши, братья Леонид, Надежда Ивановна, семья Мистюк, сестра Надежда. Слово Божие так говорит, это 145-й Псалом. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев? У кого надежда на Господа Бога Его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим? Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет сагбенных, Господь любит праведных. Слава за эту верность Господу нашему. Помолимся за нужды церкви. Дорогой наш и любящий Господь, мы сердечно благодарим Тебя, что Ты Бог верный, чудный и истинный. Ты Бог крепкий и уповающий на Тебя никогда не постыдятся. Господь, мы благодарим Тебя сегодня вместе с семьями Мистюк, Герасимов, с сестрой нашей Надеждой, за верность, которую Ты явил в их жизни, Господь, что Ты провел их через годы лишения, гонений, Господи, голода, дал им быть верными друг другу и Тебе. Господи, мы благодарим, что Ты Бог, защищающий любящих Тебя, что Ты проводящий через все переживания, Ты Бог, сохраняющий верность, Ты Бог, дающий милость. Господь, мы благодарим Тебя, что мы любим Тебя такого, и Ты любишь нас такими, какие мы есть, Господь. Но Ты хочешь, чтобы мы отображали Твой образ. И мы благодарим, что сегодня Слово Твое напоминало нам о Твоей верности. Сегодня Ты призывал нас, чтобы мы исполняли Слово Твое, чтобы мы были верными, Господи, послушными Тебе. Господи, насколько мы несовершенны и насколько глубока и велика милость Твоя, что Ты продолжаешь миловать нас, прощать и спасать. И сегодня мы молимся Тебе о нуждах, вот изложенных в этих коротких записках. Прежде всего, благодарим, что Ты слышишь молитвы Церкви, что Ты сохраняешь на этих дальних опасных дорогах тех, кто уповает и просит Тебя. Благодарим, что Ты хранил, Господь, братьев наших, сестер, кто уезжали в дальние летние поездки, что Ты, Господь, посылал Твои благословения, посылал Твою охрану и ограду. Слава Тебя за это, Господь. И мы ощущали помощь, Господи, ощущали силу молитвы Церкви Твоей, как в поездках на Украину, в Россию, в Таджикистан. Благодарим Тебя, Господь, сердечно, что Ты хранишь любящих Тебя. Также, Господь, мы хотим присоединиться к молитвам о тех, кто имеет нужду по плоти, кто болен и скорбит. Прикоснись к сестре нашей, которая уповает на Тебя и просит о помощи Твоей. Благослови руки врачей, когда они будут принимать какие-то решения или прикасаться к нашим братьям и сестрам, чтобы от этого была польза. Господь, дорогой, благослови тех, кому предстоят еще дороги, кому нужно совершить путь. Это дети наши, друзья, родные. Сохрани их, перенеси через эти далекие расстояния. Господи, благослови нашу молодежь, тех, кто нуждается в помощи в экзаменах, кому предстоит учеба. Благослови, чтобы мир этот, народ окружающий нас видел, что Ты даешь нам не просто мудрость, Господи, земную, но мудрость небесную, сходящую свыше, которая действительно мирна, чиста, послушлива. Господи, чтобы у нас узнавали, что мы дети Твои. Господи, мы просим Тебя за тех, в чем сердце нету сегодня мира, это наши дети и внуки. Присоединяемся к молитвам родителей, чтобы Ты спас их, Господь, чтобы Ты призвал их в Церковь Твою, как владью спасения, и здесь даровал им покаяние и спасение. Мы просим Тебя об отцах, которые отступили от истины. Господи, призови их, Господь, прости их, открой устая их к исповеданию грехов своих. Также мы просим Тебя, Ты всю нашу большую Церковь обильно-обильно благослови, благослови нас миром Твоим, благослови Твою благодатью в домах наших и в семьях наших, чтобы вот любовь Твоя могла излиться обильно, Господь, и согреть еще многие холодные сердца. Господи, услышь все нужды, которые были высказаны перед Тобой, написаны в записках, и тихим голосом в тайне сердца изложены перед Тобой. Ты их дополни, потому что Ты наш ходатай, и соверши к славе Твоей, к нашей радости. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, дорогие братья и сестры, до вечернего собрания. С миром Божиим, дорогие братья и сестры, до вечера.